Никто не поспорит, что новое второе поколение 21 века стало поколением нейросетей. Оно только-только началось, а мы уже можем общаться с искусственным интеллектом, подделывать голоса, лица, ну и собственно увеличить частоту кадров, о чем я и буду рассказывать в этом видео. Для того, чтобы увеличить частоту кадров какого-либо видео, нужно понимать две вещи. Первое, это то, что для этого нужна мощная видеокарта, желательно линейки RTX, чтобы у вас на создание длинных роликов уходило не более часа, или у которой хотя бы 2 гигабайта видеопамяти. И второе, что на видео могут с небольшим шансом появляться иногда артефакты, ведь это нейросеть, которая делает магию и не всегда знает, например, что это за точка и что с ней делать. Поэтому частоту кадрового изображения монитора улучшать, например, не стоит, так как там очень много маленьких элементов в виде текста и ваше изображение просто-напросто поплывет. То же самое касается и клавиатуры, это я просто заранее вас предупредил, так как я уже такое практиковал. Для увеличения FPS нам понадобится программа FlowFrames. Она вполне бесплатная, но за подписку в 4 евро можно получить ранний доступ к новым версиям, а бесплатная версия остается на пару обновлений назад. Для не особо внимательных людей после того, как мы нажимаем заразить сейчас, надо нажать на нет, спасибо, дайте мне просто скачать программу. А дальше уже снова жмем скачать. Сразу скажу, что лучше не предустанавливайте какие-либо модельки и везде ставьте галочки на автообнаружение, чтобы программа все сама настроила. После установки открываем программу и переходим на вкладку Interpolation. Если у вас Nvidia, в разделе Interpolation AI оставляем Reef. Если у вас видеокарта не Nvidia, выбираем второй пункт. В разделе Input Video нам всего лишь нужно выбрать ролик, который мы хотим улучшить. Для того, чтобы не заморачиваться с кадрами и всякими FFM Pack, нажимаем на Browse Video. Но если же все-таки вы замечаете разницу и вы спец в разборе кадров, можете указать папку с тысячами кадров и выбрать Browse Folder. В разделе Output Directory нам нужно указать путь, где будет лежать наш новый файл с новой частотой кадров. А теперь самое интересное. Мы можем указать частоту кадров, какую захотим увидеть в ролике, но с умножением. То есть если у тебя видео в 24 кадра, ты можешь сделать 48, 72, 96 и так далее. Но конкретно 60 сделать не получится. А если у тебя видео в 30 кадров, ты можешь сделать 60, 90, 120 и опять же приумножить хоть на 7, 8, 9 и 10 раз. Но чем больше ты умножаешь кадров, тем медленнее будет весь процесс. Раздел AI Model трогать вообще не стоит. Чем новее, тем лучше. А в разделе Output Mode можно выбрать формат файла, который будет в итоге сделан. Но я не думаю, что это вообще кто-то будет изменять. Также можно поковыряться в настройках кодирования видео. Ну и в целом все. Да да! Давай, давай! Нет! Давай, давай еще раз! Давай, прикажи! Здесь будет. А я держусь! Очень круто! Вау! Как будто никогда море не видели. Я на море. Такое можно провернуть и с фильмом, аниме или даже старым мемом из интернета. На этом у меня все. Скоро у меня выйдет видео про то, как изменять голоса с помощью искусственного интеллекта, чтобы можно было делать ролики или музыку с голосами популярных личностей. Так что можете подписаться, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо всем за просмотр этого ролика. Напишите в комментариях, что вы панируете улучшить с помощью нейросети. Желаю всем удачи и до скорой встречи.